Особое внимание в эти дни уборки урожая. Всего в России убрано 33% посевной площади. В Чувашии эта цифра выше. Ход уборочной кампании сегодня обсуждали на еженедельном совещании главы Чувашии. В Чувашии скошено почти 123 тысячи гектаров. Это 42% от ожидаемой уборочной площади. В прошлом году к этой дате было убрано в два раза меньше. Более половины площадей зерновых и зернобобовых культур убрано в хозяйствах Яльческого района, Маринско-Посадского района, Комсомольского. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Бурнарском районе 31,2, в Батаревском районе и Цивильском. Сейчас хозяйство готовится к севу озимых под урожай будущего года. В Аликовском, Цивильском и Порецком районах уже к нему приступили. Глава Чувашии обратил внимание, что для будущего урожая нужны качественные семена. Яльский район в этом году самое большое количество на молоте. Более 50 тысяч тонн практически. Это даже в случае советские времена они не намолачивали, потому что самое большое количество озимых культур. Мы не знаем в следующем году, какие погодные условия будут и какой урожай ожидается. Но и с учетом урожая этого года надо переходящие запасы по карман сделать максимально. Хозяйство республики ведут уборку раннего картофеля. Радует урожайность 217 центнеров с гектара. При этом возник вопрос, почему в республике растут цены на картофель. За два месяца этот продукт подорожал в полтора раза. Министр экономического развития Владимир Аврелькин объясняет это сокращением собственной продукции, прошлого урожая и завозом молодой картошки из других регионов. Мы промониторили последнюю неделю и видим, что уже за неделю произошло снижение на 4,6% стоимости картофеля. Плюс ожидаем новый урожай, поэтому цены должны снижаться. Вообще в Чувашии в последние месяцы наблюдается дефляция. Снизились цены на свинину, масло сливочное и масло подсолнечное, макароны, капусту и лук. Глава Чувашии подчеркнул, что надо работать на опережение и без посредников, чтобы жители республики могли приобрести товары по более низким ценам. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.